Добрый день. Несколько дней назад в Сирии произошло одно достаточно серьезное событие, которое немедленно получило отклик в мировой печати, в прессе, по телевидению. Это событие странным образом совпало с приездом в Сирию и со встречей с президентом Сирии Башаром Асадом, спецпредставителя ООН и Лиги Арабских Государств Брахими. Это событие – бомбардировка очереди за хлебом в небольшом сирийском городке Хальфае, провинции Хама. Первоначально было сообщено о 200 жертвах. Затем эти цифры немножко скорректировались в сторону понижения, стали сообщать о погибших 100, 60, 50. В конце концов, все пришли к выводу, что жертв было около 20 человек. Но, тем не менее, эти жертвы произошли в результате варварской бомбардировки совершенно ни в чем не повинных мирных жителей сирийским бомбардировщиком. Через несколько дней, правда, событие стало выглядеть несколько иначе. Во-первых, сам городок Хальфае был захвачен сирийскими боевиками за несколько дней до этого события. Затем стали известны фамилии погибших людей. Практически все – это были молодые мужчины, практически одного и того же возраста. И все они были, скажем так, не жителями городка Хальфае. Они были просто сирийцами. В конечном итоге можно предположить, что перед нами произошла та же самая провокация, которых в Сирии, к сожалению, было не так мало. И в этой связи вспоминается очень такая серьезная провокация в Аль-Хуле, когда тоже по сообщениям прессы и печати погибло около ста мирных жителей, в чем немедленно обвинили сирийскую армию. Единственное отличие Хальфае от Аль-Хулы заключается в том, что в Хальфае не пустили никого, кроме, собственно говоря, тех корреспондентов, которые и осветили это событие. Что характерно, когда появились первые кадры вместо трагедии, первое, что бросилось в глаза, то, что кадры были сделаны очень профессионально. Не на телефон, не на какую-нибудь такую телекамеру с какого-нибудь планшетника, а достаточно профессиональной камерой с очень хорошо поставленным сюжетом, с кричащими бородатыми мужчинами, с такой далеко не средней упитанности и с такой очень кровавой показательной картинкой. Ну, в общем, достаточно профессионально сделанный сюжет. В очереди за хлебом, как ни странно, практически не оказалось ни женщин, ни детей. Если мы возьмем фотографии сирийских городов, того же Алеппо, Дамаска, то мы наоборот увидим, что в этих очередях стоят в основном женщины и дети. В этот раз на кадрах было видно, как какую-то женщину куда-то вели, но среди погибших оказались только молодые мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Скорее всего, речь идет именно о провокации, которая была подготовлена именно к приезду Брахими в Дамаск. И выглядела эта провокация, в общем, достаточно банально и просто. Во время взятия городка были среди боевиков жертвы. Собственно, этими можно объяснить такое количество одновозрастных погибших. Эти жертвы просто разбросали в нужном месте, подвезли машину со взрывчаткой, взорвали. По кадрам, которые были получены не только с видеозаписи, видно, что место взрыва очень такое интересное и нехарактерное. То есть, если бы самолет произвел пуск ракеты, то как минимум у здания должна была быть снесена крыша, были бы такие характерные разрушения для воздушного удара. А на кадрах видна просто воронка рядом со зданием, то есть, которое очень похоже именно на подрыв какой-то бомбы. К сожалению, такие провокации, они, скорее всего, будут продолжаться и дальше, потому что для боевиков, которые сейчас терпят достаточно серьезное поражение именно на поле боя, важно, чтобы информационная картинка продолжала оставаться все той же. Боевикам важно либо совершать теракты, либо обстреливать мирные города, либо вести боевые действия. В общем, делать все, что угодно, для того, чтобы сохранять вот эту напряженность, для того, чтобы держать как западных зрителей, так и, собственно, сирийцев в постоянном напряжении. Это такая информационная война, которая ведется как в оффлайне, так и в онлайне. И провокация в Хальфае, она, по сути, ничем не выделяется из ряда всех тех провокаций, которые и были совершены ранее. И, скорее всего, они будут совершаться и в будущем.